19 марта ночью во время несения службы на территории Тючешского района внимание сотрудников ДПС привлек автомобиль Лада Приора, который двигался с большой скоростью. Тем не менее, игнорируя законные требования госавтоинспекторов об остановке, водитель продолжил движение. Наряд ДПС начал преследование нарушителя, который, не реагируя на неоднократные требования, пытался скрыться. Водитель грубо нарушал правила, неоднократно выезжал навстречу и создавал реальную угрозу для других участников. Совершал опасные маневры в сторону патрульного автомобиля. Сотрудники использовали сигнально-громкоговорящее устройство для информирования водителя о необходимости остановки и применении табельного оружия в случае невыполнения их законных требований. С учетом сложившейся ситуации в соответствии со статьей 23 Федерального закона о полиции, сотрудниками полиции было применено табельное оружие. Ими был произведен предупредительный выстрел после нескольких выстрелов в сторону автомобиля-нарушителя. В результате принятых мер транспортное средство удалось остановить, а 27-летнего ранее судимого водителя задержать. В этот момент в салоне машины находились четверо пассажиров, трое мужчин и женщина в возрасте от 20 до 31 года. Все они являются жителями Краснодарского края. О данном факте незамедлительно было доложено министру внутренних дел по республике Адыгея Олегу Бесмельницыну. По данным ГИБДД МВД по Адыгеи, управлявшей Ладой Приорой, мужчина в августе 2021 года был лишен водительского удостоверения и привлекался к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. За допущенное нарушение в области дорожного движения на водителя составлены административные протоколы. Водитель и пассажиры были доставлены для разбирательства межмуниципальным отделом ВВД Адыгейский. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства и детали инцидента. Осуществляется сбор материалов для направления в суд. Следствием полиции Токтамукайского района Адыгеи возбуждено дело по факту ДТП с тяжкими последствиями. Предполагаемый виновник аварии на момент столкновения автомобилей был пьян. Фигурант задержан. Авария произошла 13 марта около часа ночи на пересечении улиц Щипаева и Ленина во улиц Токтамукай. Установлено, что 28-летний житель Маякопа, управляя иномаркой в состоянии опьянения, выехав со второстепенной дороги, не предоставил преимущества двигавшемуся по главной дороге автомобилю. От полученных в результате столкновения травм скончался доставленный в медицинское учреждение 53-летний пассажир отечественной легковушки, проживавший в Токтамукайском районе. И еще двое пострадавших в автомобиле «Лада» с тяжелыми травмами госпитализированы. Полиция устанавливает обстоятельства столкновения грузовика с легковым автомобилем и в Маякопском районе. В результате ДТП транспортные средства съехали с проезжей части. Водитель «Жигулей» погиб на месте. Как установлено, сотрудниками госавтоинспекции и следственно-оперативной группы отдела МВД России по Маякопскому району столкнулись двигавшиеся в попутном направлении автомобили ВАЗ-2104 и МАЗ без груза. В результате ДТП оба транспортных средства съехали с проезжей части. Водитель «Жигулей» погиб на месте. Грузовиком управлял 62-летний житель Майкопского района. Он не пострадал. Полиция Токтамукайского района проводит проверку по факту ДТП с участием трех автомобилей. В результате столкновения грузовика и иномарки травмы различной степени тяжести получили взрослый и ребенок. 20 марта около 15 часов 20 минут дежурную часть отдела МВД России по Токтамукайскому району поступило сообщение о том, что на 29-м километре автодороги Краснодар-Верхнебакански произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Прибывшими на место сотрудниками следственно-оперативной группы и госавтоинспекции предварительно установлено, что 44-летний житель Краснодарского края, управляя большегрузным автомобилем КАМАЗ, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с попутным микроавтобусом. От сильного удара иномарка продолжила движение и врезалась в другой, остановившийся впереди грузовик. На момент столкновения в микроавтобусе находилось пять человек, в том числе трое детей. Все они являются жителями Краснодарского края. В результате ДТП различные травмы получили 38-летний водитель Хендай, а также находившийся в салоне 10-летний мальчик. Объезд вместо ДТП и безопасность обеспечивали дополнительные наряды госавтоинспекции Адыгеи. Движение транспортных средств по федеральной автодороге Краснодар-Верхнебаканский не ограничивалось.